Об истории искусства врачевания в Беларуси с самых давних времен до середины 20 века рассказывает музей истории медицины. Она развивается в несколько этапов. Самый яркий и непростой в средневековье, период эпидемий и кровопролитий. Порой целые города и села вымирали от страшных болезней. Избежать напасти, чумы и другой заразы было очень сложно. Перед нами картина, копия середины 19 века. На ней изображены хирурги. До хирургов в средневековье тоже такие операции, изображенные здесь на картине, производились. В частности, мы можем видеть операцию ампутации конечностей производится, прижигание ран при помощи раскаленного железа. Так и в средневековье было. И вот до 19 века тоже такое применяли. Кровопускание – это вообще одна из таких основных операций, которая применялась чуть ли не при всяких болезнях. Назначали кровопускание. Считалось, что кровь у человека дурная, поэтому он чувствует себя плохо, и поэтому ее надо немножко выпустить от количества дурной крови. Помимо кровопускания, от всех болезней лечили клизмой, пиявками, лоботомией, разнообразными примочками и прижиганиями. Средневековая медицина была безжалостной и зачастую смертельной. Практически все эти методы показаны на несчастном больном, изображенном на картине. Вместо анестезии – лошадиная доля алкоголя. К слову, с обезболивающими было туго. Одним из самых первых был эликсир мандрагоры, обладающий наркотическими свойствами. А первая анестезия – эфирный наркоз в Беларуси появился лишь в 1847 году. И это событие перевернуло новую страницу врачебного дела. В ногу с медицины развивается и аптечное дело. Первая аптека была открыта в Пинске в 16 веке, но активно распространяться по территории Беларуси начали в 19-м. Обратите внимание на нижний ряд – такие вот флаконы необычной треугольной формы. Один из них вы можете подержать в руках, прикоснуться к истории медицины. Это вот прямо начало 20-го, да? Ну, это не начало 20-го, это уже где-то середина 20-го века. А почему именно такую форму делают? Вот в этом и интерес, потому что в аптеках продавали помимо лекарств предметы, которые использовались в быту, например, уксусную кислорку. В то время она называлась «Уксусная эссенция», и люди могли по ошибке отравиться, используя вместо лекарства уксусную кислоту. И чтобы ее выделить, отличить среди других лекарств, специально разработали такую треугольную форму. Люди в слабо освещенном помещении, либо со слабым зрением могли в темноте на ощупь определить, что у них в руках – уксус или все-таки лекарство. В Беларуси долгое время не было высших медицинских учреждений образования, поэтому за знаниями отправлялись в Западную Европу или культурные центры Российской империи. Отучиться на медика можно было в Москве, Петербурге, Киеве и Харькове. У истоков первой медицинской школы Беларуси стоят французы. В 1775 году она обосновалась в Гродно, а к 19-му появились и в других городах. Вот здесь представлена копия аттестата Могилевской фельдшерской школы. По окончании выпускник должен был отслужить на минуточку 7 лет и полтора месяца в Минской губернии, чтобы восполнить траты на его обучение. Если спускаться немного ниже, мы видим анатомический атлас начала 20 века. Можно сказать, он практически 3D, ведь в нем все органы достаются. Один из самых узнаваемых образов Первой мировой войны – образ сестры Милосердия. Это оригинальная фартук и косынка, которую лично передала в музей сестра Анна Кулеш. Русские сестры Милосердия сыграли одну из важнейших ролей во время Первой мировой войны. К слову, медицинское образование для женщин появилось к середине 19 века. Анна Кулеш окончила курсы при школе общины Красного Креста в Могилеве и работала хирургической сестрой не только в период Первой мировой, но и в Великой Отечественной. Благодаря ангелам в белых халатах удавалось 78% раненых вернуть в строй. Фактически стул такой. Да, выглядит ужасающе. Ну, это стоматологическое кресло, начало 20 века. И рядом с ним можно увидеть бор-машину с ножным приводом. То есть она механическая. Чтобы приводить в движение насадку бор на этой бор-машине, необходимо было нажимать на педаль. Требовалось около 100-120 нажатий, чтобы, допустим, сделать отверстие у зубов для закладки пломбы. То есть один нажимал, ассистент, а в это время там что-то... Зубной врач уже непосредственно осуществлял такие манипуляции. Вот, допустим, в сельской местности, где медицинского персонала не хватало, один зубной врач был на деревню, то зубной врач он сам себе ассистировал, нажимал на эту педаль и делал необходимые операции. В целом лечение зубов занимает отдельное место в развитии медицины. Многим страшно и сегодня. Возвращаясь к нашей картине, в левом углу можно заметить человека, который вырывает зуб. Больные зубы чаще удаляли, чем лечили. В Беларуси стоматология начала свое активное развитие к началу 20 века. Пломбы и специальные пасты сменили свинцовые, а на место ужасающих щипцов пришли бор-машины. И вот еще такой у нас рентгенаппарат черного цвета. 1923 года, ему в этом году 100 лет исполнилось. И он использовался, вот этот рентгенаппарат в стоматологии, чтобы сделать снимок зубов в разных проекциях. Что интересно, он был выпущен технологической компанией «Сименс», которая, как известно, вот еще телефоны какое-то время производила. Музейные коллекции не только ужасающие страницы истории, но и достижения, выделяющие нашу страну среди многих. Сложнейшие операции, эффективные методы лечения и инновационные лекарства. Таких высот достигла наша медицина сегодня, пройдя путь длиной в столетия. А каким он был, может узнать каждый, ведь двери музея всегда открыты. Полина Маккей, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.